Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Елена Силовна Абанкина. Особенно почётно и приятно представлять в рамках этого проекта директора Центра дополнительного образования студентов Московского городского педагогического университета Татьяна Владимировна Волосовец. Сегодня с нами на связи удивительные, прекрасные, замечательные эксперты, люди, ещё раз искренне рады приветствовать тех, кто с нами дистанционно, а не только в зале. Заместитель директора по научно-образовательной деятельности Института стратегии развития образования РАО Дмитрий Метёлкин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Очень рады. Также я рада представить среди участников нашей пресс-конференции победителя конкурса «Учитель года 2020» Диану Минец. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. И победителя конкурса директор школы Инна Исаева. Инна, здравствуйте. Здравствуйте. Коллеги, вы видите, насколько представительны сегодня участники нашего замечательного пресс-события. Уважаемые коллеги СМИ, не забывайте задавать свои вопросы. Кстати, из школ тоже. Я напомню, что вы сейчас работаете со страничкой нашего пресс-центра «Мир России сегодня». Там есть красная кнопочка «Задать вопрос». Нажимайте на неё, пишите свои вопросы, мы будем с удовольствием отвечать. А теперь давайте познакомимся, собственно, с деталями конкурса, узнаем, как и что будет происходить. Я хотела бы передать в первую очередь микрофон эксперту образ союза Наталье Мишин. Наталья, пожалуйста. Коллеги, всем здравствуйте. Рада всех приветствовать. Действительно, государством перед системой образования поставлены много стратегических задач и ключевых ориентиров. Эпоха цифровизации вносит свои требования к изменению подходов, методов в образовании, к содержанию образования. Поэтому мы видим, как институты, системы образования реагируют на эти вызовы. Они предлагают свои идеи, инициативы. И важно эти инициативы, идеи поддерживать централизованно для того, чтобы процесс развития образования, он был устойчивый, эффективный на уровне целой страны. Именно поэтому наша компания Обрсоюз, это социально ориентированная некоммерческая организация, уже многие годы занимается тем, что разрабатывает и реализует такие проекты для того, чтобы масштабировать, стиражировать передовой опыт, лучшие практики. И объединить, что самое главное, усилия вот этих активных педагогов, руководителей, образовательных организаций, и этот опыт транслировать далее. Нам кажется, что одним из хороших способов, который себя проявил для того, чтобы эти практики найти, отобрать, стал именно механизм конкурсов. Поэтому мы хотели бы объявить о старте действительно завтрашнего дня, первый день лета, нашего замечательного конкурса, всероссийского конкурса грантовых проектов. Сквозные образовательные траектории. Гранты 2021, конкурс СОД. И действительно, мы ставим основной из главных целью за этот конкурс найти лучшие практики, вдохнуть воздух в те идеи, которые есть. Мы знаем, потому что мы проводим региональные инициативы, мероприятия по всей стране. Мы знаем, что есть много активных учителей, руководителей, образовательных организаций, которым просто не хватает поддержки. А в этом конкурсе его отличительная черта заключается в том, что это не только финансирование, не только выделение гранта, но самое главное – это поддержка на всех его этапах и уровнях. То есть мы поможем и с запуском запустить, реализовать, тиражировать этот опыт. И участниками данного конкурса может стать как индивидуально преподаватель, если у него такой проект, такая идея есть, так же и руководитель образовательной организации. Но самое главное – может стать целая команда. Ведь мы знаем, чтобы школа стала живой или дошкольное учреждение, это не может сделать один человек, как правило. Это делает команда, команда живых, активных людей. Мы хотели бы такие и команды, и людей пригласить в наш замечательный конкурс. Задачами, как я уже сказала, является именно поиск и отбор таких проектов, тиражирование. На региональном уровне поддержка всех проектов, всех идей, которые мы увидим и в которые будем вкладываться грантово. Этот конкурс состоит из трех этапов. Первый этап, как мы уже сказали, начнется с завтрашнего дня, с 1 июня и продлится до 10 августа. Мы приглашаем всех на наш сайт ober.so.grant для того, чтобы заполнить небольшую заявку. Потому что еще одним из важных факторов данного конкурса и отличительной чертой является, что нам не сильно важен формализм. Нам важен результат этих проектов. Поэтому мы постарались сделать эту форму максимально простой, удобной, чтобы у учителя тратили свою энергию, свой талант именно на реализацию проектов. Но этот шаблон, который находится на сайте, поможет просто все эти мысли, все эти идеи структурировать. До 10 августа экспертная комиссия будет оценивать эти проекты, по итогам которых выберут 72 проекта. И они с 15 августа до 30 сентября будут представлены на нашем сайте. И здесь уже будет общественно-профессиональное обсуждение этих проектов. И каждый сможет посмотреть, изучить, дать какие-то комментарии, если у него есть. И, собственно, поставить оценку. Благодаря этому выстроится некий рейтинг проектов финалистов, который также может сыграть свою ключевую роль в отборе уже финалистов. И финальный, завершающий этап у нас пройдет в Крыму, в городе Ялта. Это конкурсный отбор победителей. То есть лидеры этих 72 проектов будут приглашены на очное мероприятие, которое пройдет с 15 по 17 октября, где мы сможем посмотреть и оценить реальные возможности реализации данного проекта. На что способны эти лидеры. И они, конечно, еще помимо того, что будет проходить конкурсный отбор, очень интересны. Их ждут и публичные выступления, интеллектуальный баттл, и проектные сессии. Каждый из них сможет для себя построить индивидуальную траекторию обучения и получить удостоверение о повышении квалификации. Потому что много также будет приглашено туда экспертов, и они смогут получить и мастер-класс, и послушать лекции, и поучаствовать в дискуссиях. То есть очень много интересной, полезной информации. И вот это обогащение будет происходить уже на этапе отбора в этот конкурс. Условия участия, как мы уже и сказали, на нашем сайте obr.so.grant. Там можно заполнить заявку до 10 августа. Чем раньше вы это сделаете, тем лучше, потому что у вас будет больше возможностей услышать по своему проекту мнение экспертов. Может быть, где-то что-то скорректировать, доработать. Поэтому призываем не откладывать в долгий ящик, а чем раньше вы заполните и отправите, тем будет больше шансов у вас пройти в следующий этап. Размер грантов предусматривает финалистам, победителям третьего этапа 1 миллион рублей по каждой номинации. Всего у нас их предусмотрено 6, так скажем, называемых сот, мы их назвали, 6 направлений. Чуть подробнее о них расскажет моя коллега дальше. Но победители первого этапа, вот эти 72 проекта, они тоже, в принципе, не останутся без приза. Может быть, он будет не финансовый в виде выделения гранта, но это будут призы от партнеров, это будет методическая поддержка, это повышение квалификации. Все, кто будет на очном этапе, получат удостоверение. Различные мастер-классы и консультации, очень много активности у нас для них запланировано. И что самое, одно из еще ключевых, здесь мы не требуем каких-то еще дополнительных средств, не нужно софинансирование. Если мы видим, что проект действительно интересен, мы готовы его поддерживать, развивать. И, как я уже сказала, мы не только выделяем реальные денежные средства, но мы и поддерживаем, потому что мы заинтересованы в том, чтобы проект был, проект тиражировался, и этим опытом пользовалась вся страна, все педагоги, включенные в эту систему. Поэтому всех нас поздравляю со стартом такого замечательного конкурса. Мы надеемся, что он станет ежегодным, и эти сотые направления лишь будут меняться, дополняться. А пока всех с завтрашнего дня приглашаем на наш сайт для того, чтобы зарегистрировать свою идею, достать, вдохнуть в нее воздуха и начать реализовывать. Наталья, спасибо вам огромное. Настолько позитивно, на самом деле, жизнеутверждающее звучит начало сегодняшнего нашего разговора. Мне кажется, очень важно поговорить и объяснить, в том числе коллегам и всем потенциальным участникам этого большого грантовой инициативы, а что же, собственно, представляют собой сквозные образовательные территории. Потому что, знаете, заявлено так ярко, красиво, но, мне кажется, очень инновационно, особенно в лингвистике образовательных организаций. Если позволите, я хотела Наталью Максимовну попросить, может быть, более детально остановиться на этом тоже вопросе. Потому что, понятно, будет технологии, будет конкурс, будет форум. Я думаю, вы сейчас тоже об этом расскажете. Но если мы поясним, что такое сквозные образовательные траектории, то есть что будет предметом грантов, я думаю, это будет хорошо. Спасибо. Ну да, мне кажется, это очень важно. Но вот прежде чем перейти к самим слотам, я бы хотела сказать несколько слов, что сами номинации, то есть соты, они построены на основании концепции образования для устойчивого развития. И это очень важно. Что же мы будем поддерживать внутри, что объединяет все соты? Мы будем поддерживать те проекты, которые предлагают комплексное решение поставленных задач. То есть это не просто описание какой-то идеи, а все-таки механизмы ее реализации. И желательно, конечно, мы будем рады видеть, если будут предложены какие-то разработанные модели, которые, в свою очередь, можно отчуждать и уже реализовывать другими регионами, школами, педагогами, в зависимости от того, какая идея внутрипроектная будет вложена. Я подробнее остановлюсь на сотах, буквально, я думаю, что коллеги меня дополнят, но вот буквально несколько слов по номинациям. Ну, в номинации «Здоровье» мы ожидаем проекты, которые направлены на формирование ответственного отношения к собственному здоровью, ну и к окружающей среде, потому что для нас эти понятия взаимосвязаны между собой, и, конечно, очень важно, чтобы они, как идея, были выражены в самой проектной деятельности. Также проекты, которые направлены на духовно-нравственное развитие, на совершенствование детей, они тоже будут поддерживаться. Номинация «Социальное партнерство» она предполагает те проекты, которые направлены на выгодное, взаимовыгодное сотрудничество с социально-экономическими организациями, на создание условий для реализации каких-то новых идей. Мы поддержим, мы будем рады видеть и поддержим те проекты, которые предлагают, возможно, какие-то финансово-экономические модели, модели государственно-частного партнерства, проекты по расширению горизонтальных связей, в том числе формального, неформального обучения. На наш взгляд, все это будет работать на устойчивую систему развития образования. Про цифровизацию очень много говорят, и мне кажется, сейчас эта тема такая достаточно популярная, в тренде находится и много чего делается. И здесь нам, конечно, хотелось бы выйти за рамки просто цифровой образовательной среды. Конечно, нами будут поддерживаться проекты, которые направлены на развитие цифровой образовательной среды. Мы бы хотели видеть проекты на формирование цифровых компетенций педагогов, учителей, на разработку моделей по цифровому портфолио, а может быть, персональных образовательных траекторий. И опять же, здесь в цифровизацию, если какие-то механизмы движения финансам по этим персональным образовательным траекториям будут предложены, мне кажется, мы тоже будем рады, их можно будет уже как-то рассмотреть на федеральном уровне. Направление «Проектная деятельность». Здесь мы ожидаем проекты, которые направлены на развитие проектной деятельности школьных команд, детей, на новые формы и способы реализации содержания образования в деятельностном формате. Мы ориентируемся на федеральные государственные образовательные стандарты. И если будут предложены какие-то новые способы реализации содержания образования, в том числе в проектном формате, конечно, эти проекты будут поддержаны. Культурное многообразие, мне кажется, это такая важная и актуальная тема. Здесь мы поддержим проекты, которые направлены на решение задач культурного многообразия, на создание равных условий для разных людей, для разных конфессий, для разных этнической принадлежности в целом. И номинация «Непрерывное образование». Здесь мы ожидаем увидеть проекты, которые направлены на разработку, или, может быть, даже будут представлены какие-то готовые модели, которые предлагают новые формы, новые способы повышения квалификации, учитывают персональную траекторию учителя, направлены на формирование его профессиональных компетенций. То есть еще раз закругляясь, я хочу сказать, что все соты построены на основании концепции образования для устойчивого развития, и для нас это прямо важно подчеркнуть. Я кратко скажу буквально, критерии конкурса грантов, я на них останавливаться особо не буду, они есть в положении, они есть на слайде, я думаю, что презентация тоже на слайде будет размещена. Если появятся какие-то сейчас вопросы, я буду готова ответить. Но одна вещь, про которую я хочу сказать, что сама идея проектная, она, конечно, должна отвечать той сквозной образовательной траектории, в рамках которой подается проект, она должна быть конкурентноспособна, и в ней должна содержаться новая идея. Уникальность и отличие конкурса Наталья сказала, достаточно много вещей, мне кажется, что, собственно, все так ясно. Единственное, я бы добавила сюда, прямо сфокусировала внимание, то, что наш конкурс отличает от других. Ведь на самом деле очень много конкурсов проходит в течение уже этого года и предыдущие года, наш конкурс отличает от того, что мы, во-первых, люди подают проекты, и вот эти 72 участника, они действительно будут в Ялте, и они пройдут своего рода повышение квалификации, потому что это одна из форм получается. Столько много внутри содержательных вызовов для участников, что это действительно такая обучающая модель. И по окончанию они получат удостоверение о повышении квалификации, все 72, вне зависимости от того, кто победил. И помимо того, что мы поддерживаем финансово, мы сопровождаем эти проекты после завершения конкурса. Мне кажется, это прямо такая особенность. То есть мы их поддерживаем, мы помогаем организационно, методически, мы информационно продвигаем те результаты конкурсных проектов, которые являются победителями. Это важно как для самих авторов проектов, так и для других образовательных организаций. И мне кажется, что, может, следующий слайд, как ожидаемый результат, это позволит формироваться таким профессиональным сообществом, как на глобальном, так и на локальном уровне, и позволит выстроить сетевое взаимодействие. Могут внедряться и масштабироваться лучшие практики и с измеримыми эффектами. То есть мы будем понимать, как отслеживать эти результаты, потому что при самой форме подачи заявки, когда авторы это будут делать, они увидят раздел, как они будут оценивать свои проекты, то есть что является критерием того, что действительно они будут достигать эти результаты. Ну, конечно, повышение профессионализма самих команд и все это, мы полагаем, приведет к повышению качества образования и к устойчивому развитию основного общего образования, то есть всей системы образования. В целом, концептуально у нас получается так. У меня все. Спасибо. Огромное спасибо. Правильно ли мы понимаем, Анатолий Максим, пожалуйста, что сквозные образовательные траектории – это про горизонтали некоторые? Да, совершенно точно, потому что, с одной стороны, сквозные образовательные траектории, как конкурс, это некий механизм поддержки и наращивания вот этих профессиональных компетенций не только отдельно лидеров в системе образования, но и профессиональных сообществ, школьных команд. Наталья сказала о том, что для нас это тоже было очень важно, чтобы заявлялись разные субъекты, то есть как отдельно лидеры, это может быть учитель, это может быть воспитатель, это может быть директор, может быть заведующая, так и команды образовательных организаций, потому что мы считаем, что за этим будущее. Но при этом мы не исключаем, что есть какие-то проекты именно у лидера, и он готов реализовать, он готов собрать под этот проект команду и дальше реализовать. То есть, с одной стороны, это такой механизм, с другой стороны, да, это траектория, это своего рода некоторый заданный путь, в котором есть свои точки роста, и вот нам было бы интересно, что те инновационные идеи и практики, которые будут достаточно эффективными, как бы развивались сами при помощи нашей поддержки, ну и происходила такая диссеминация этих практик. Да, это горизонтальная связь. Спасибо, нет, нет, на самом деле это очень важно, подробно. Еще один вопрос на уточнение, если позволите сразу на понимание. Смотрите, если мы говорим о том, что принять участие в этом гранте, в этом конкурсе может учитель, педагог, администратор, команда, институции и так далее, будет ли оказывать и играть роль количество вовлекаемых детей в эти проекты? Потому что мы понимаем, что помимо прекрасных практик, которые мы получаем, управленческих, конечно, центром всегда является благополучатель, то есть ребенок. Вот для нас будет с точки зрения этого гранта важно, условно говоря, эта практика в отношении десяти детей, например, малой группы, например, в отношении иностранных языков, или это должна быть обязательная история класса, параллели, я не знаю, ступени? Вы знаете, я бы здесь выделила два сюжета. Первое. Нам важна, конечно, сама идея и модель. Я говорила много про разработку моделей. Понятно, что они могут и не масштабироваться в плане класса и так далее. Но если там есть такое рациональное зерно, которое можно действительно предложить и отчуждать этот продукт и реализовать его даже на уровне Российской Федерации, предложить это как становление некой новой нормы, то это, конечно, очень серьезный проект, и это важно, и мы такой проект поддержим. А с другой стороны, у нас есть идеи масштабируемости. Да, конечно, потому что мы говорим, как некий эффект – это устойчивое развитие системы образования. А устойчивое развитие системы образования предполагает реализацию этих практик, конечно, на тех детях, с которыми работают педагоги, и в центре стоит ребенок. И повышение качества образования, конечно, в центре стоит ребенок. И впоследствии это, конечно, влияет на качество образования и на работу со всеми детьми. Спасибо вам огромное. Давайте теперь посмотрим более детально на то, что происходит внутри такого явления, как называлась сейчас Наталья, это соты, каждое отдельное направление. Ирина Селдовна, давайте начнём, я думаю, рассказывать более, поглубже зайдём в это поле и посмотрим каждый из отдельных моментов. Ирина Селдовна Абанкина, директор Института развития и образования Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Спасибо большое, коллеги. Я тоже хотела подчеркнуть уникальность этого конкурса. Уникальность заключается в том, что сам по себе конкурс – это на самом деле очень серьёзный реализационный механизм изменений в нашей системе образования. Дело не в том, кто выиграет и победит, и кому присудят деньги. Дело в том, что эксперты, организаторы конкурса, они готовы вместе с теми, кто разрабатывает проект, дальше менять систему образования. И вся задача в том, чтобы эти проекты зазвучали, если требуется поддержка информационная, методическая, поддержка по дезиминации, она, безусловно, будет оказана. И плюс к этому грантовая поддержка тех, кто нуждается буквально в финансовой поддержке. Но мне кажется, здесь главное не в том, чтобы победить, выиграть и стать вот таким номинантом, а в том, чтобы продвинуться вот в тех самых направлениях, о которых сегодня уже говорили. Направления очень взаимосвязаны между собой. Это все те самые действительно смотрящие в будущее инновации, которые сегодня дают возможность системных изменений в нашем образовании. И мне кажется, это очень серьёзное отличие от большинства конкурсов, которые идут по одному направлению и которые не претендуют на системность, в отличие от того, что здесь предложено. Итак, давайте смотреть. Проектный подход. Важно, безусловно. Сегодня без реализации проектов умение вовлечь и детей в проектный подход, и сорганизовать деятельность, и взаимодействие, и масштабирование, вряд ли можно это сделать. Поэтому именно проектный подход развивает современные навыки, связанные и с управлением, и с подбором команды, и с ресурсным обеспечением. Поэтому, конечно, поддерживаются те, кто может представить осмысленный, понятный от старта до результата и механизма масштабирования проект. Поэтому вот здесь вот сразу задана идеология реализации. Это проектная деятельность, это деятельностный подход, который действительно не про бумаги, а про живые изменения, которые могут происходить. Не случайно, спасибо большое и Наталье Юрьевне, и Наталье Васильевне, в том, чтобы они почетили дело не в бумагах отчетности потом, а в живом деле, который в сопровождении с экспертами будет развиваться в тех или других муниципалитетах, регионах, создавая вот то самое партнерство и устойчивое развитие, которое есть. Цифровизация – современное направление. Конечно, но действительно, сегодня в цифровизации даже от бизнеса, от новых наших современных стартапов, которые есть, требуются очень серьёзные новые разработки. Они связаны и с возможностями использования искусственного интеллекта для проверки работ. Они связаны с тем, каким образом формировать современный контент. Они сегодня связаны с тем, как помочь быть уверенным в том, что называется прокторинг, в том, что сами ребята в этом участвуют. Это же всё очень серьёзные разработки. Мы сегодня говорим о том, что не просто бизнес вкладывается, а бизнес разрабатывает совместно со школами, но без учителя, который умеет это применять, который, собственно, выдвигает требования к этим разработчикам, цифровизация не сдвинется с места. Поэтому на основе проектного подхода, в совместных разработках цифровизации мы говорим о социальном партнёрстве. И спасибо, Наталья Максимовна, подчёркиваю, здесь разные механизмы. Это может быть и частный государственный партнёрство, но это же и возможность учителю, коллективу, команде, руководителю взаимодействию с современными разработчиками в области цифровых новых продуктов получить грантовую поддержку, реальные финансы. Собственно, заказать то, что нужно конкретному учителю для продвижения, чтобы можно было потом это тиражировать. На что это направлено? Ну, конечно, это должно быть направлено, абсолютно поддержу, на здоровье, на здоровье сбережений. У нас пока недостаточно, во всём мире недостаточно исследований. А как вот та самая современная образовательная среда, вообще вот эти новые образовательные технологии, даже индивидуализация в образовании. Как это влияет, собственно, на здоровье, на психическое самочувствие, на благополучие детей, взрослых, самих педагогов. Мы видим, сколько было стресса у педагогов в переходе в условиях пандемии. Поэтому совершенно соглашусь, что без здоровья, без очень такого, если общими словами сказать, экологического подхода ко всему, к людям, к педагогам, к детям, к родителям, даже к бизнесу, который здесь работает, но и ко всей окружающей среде, которая здесь задействована с формированием именно очень ответственного отношения и к себе, к своему здоровью, и к окружающей среде, с её тоже благополучием, мы вряд ли здесь справимся. Поэтому вот эта вот взаимосвязанность со здоровьем, здоровым образом жизни, с ответственностью и самостоятельностью чрезвычайно важна. И с этим сопряжено, конечно, культурное многообразие. Потому что мы видим, насколько разные дети. Мы видим, удивительным образом оказалось, что для многих ребят со сложностями в образовании переход на вот такие онлайн-образовательные траектории оказался более интересным и приемлемым. Они смогли что-то изучать в своём темпе, они поняли, что что-то для них. А в то же время в какой-то момент тоже соскучились по живому общению, как эти. Мы увидели, что и талантливые дети увидели много интересного и нового в том, каким образом можно действительно двигаться по своей траектории сквозную, где-то опережать, где-то. И они тоже соскучились. Но мы видели, сколько рисков было у других детей, которые не справились. Поэтому вот здесь вот сегодня многие подчёркивают индивидуализация в образовательной траектории, персонифицированные механизмы финансирования чрезвычайно важны. И здесь нам помогает новый принятый 189-й закон, который вот сейчас в пилотном режиме отрабатывается. И туда вовлекается дошкольное образование, сертификаты на дошкольное образование, на программы, которые могут быть. Мы считаем, что они и в школьном образовании могут быть. Сейчас был только этап в дополнительном образовании апробации. Но мы считаем, что он может войти и в основные программы, поскольку здесь поддерживаются основные программы. И непрерывность, причём непрерывность, Наталья Максимовна, спасибо большое, подчеркнула уже, она и в профессиональном развитии педагога, она в формировании команд, но мне бы ещё хотелось обратить внимание и в преемственности образовательных программ. Я надеюсь, что Татьяна Владимировна подчеркнёт, насколько важно с самого раннего развития обеспечить вовлечённость и детей, и родителей вместе с дошкольным образованием, вместе с педагогами, которые готовы консультировать родителей, в раннее развитие, в дошкольное образование, в предшкольный год, потому что это очень серьёзная смена для каждого ребёнка в адаптации к школе, в гибкости этих траекторий. Точно так же на каждом этапе, от начальной школы к основной, из основной школы мы сегодня говорим о профориентации детей и о педагогах, которые смогли бы раскрыть для ребят сегодня вот эти возможности профессионального самоопределения, выбора, умения делать этот выбор, право на этаж. Поэтому вот эта сквозная идеология для каждого из нас, для детей, для родителей, для педагогов, для руководителей образовательных организаций, использовать образование как ресурс для развития, в том числе устойчивого развития, оно и зашито не только в названии с такими образовательными траекторами, но и в идеологию непрерывного развития. И замечательно, если не только по отдельным этим траекториям будут поданы заявки, но если какая-то команда, тут я больше верю, конечно, в команды, чем в индивидуального лидера, сумеют объединить несколько направлений. Это возможности и большей грантовой поддержки, но главное масштаба проекта, который действительно, ведь туда обязательно надо встроить рефлексию и отчуждение. Мы не просто поддерживаем то, что работает, а мы хотим, чтобы это могло быть распространено, передано другим без потери качества, и для этого нам надо вовлекать тех, кто готов эти проекты воспринять и тиражировать из себя. Поэтому то, что потом уже даже по завершении конкурса будет обязательно поддержка экспертов, то, что эта поддержка направлена на распространение лучших практик, мне кажется, удивительными отличительными особенностями, живым результатом, в отличие от 500-страничных отчетов, в которых все захлебываются, которые отличают очень многие конкурсы. Так что здесь очень серьезная, концептуальная связанность всех направлений, которые позволяют, на мой взгляд, это отличительно особенно сделать, системные изменения в образовании. Спасибо большое, Арина Силовна. Очень важные аспекты, тем более, что мы действительно говорим здесь о развитии профессиональных компетенций наших специалистов в области образования различных уровней, возможность попробовать. Но, мне кажется, очень важный аспект, конечно же, финансы, потому что, когда мы пробуем, мы очень творческие все люди, но получить, а, экспертную поддержку, с другой, с деньги, это достаточно такой важный, два важных стимула, которые, в общем, приличные. Почти уникальные, да. Да, да, да. Обычно либо есть одно, либо экспертиза, либо деньги, либо ни того, ни другого. Такое тоже у нас бывает. А давайте поговорим, мы продолжим говорить об этом более глубоко, более внимательно. Татьяна Владимировна Волосовец, директор Центра дополнительного образования студентов Московского городского педагогического университета. Татьяна Владимировна, почему Московский городской педагогический, во-первых, университет поддерживает этот конкурс, да? Будете ли вы участвовать как эксперты и экспертные команды в этом конкурсе? Что вы здесь видите ли? Ну, во-первых, я хочу сказать, что конкурс очень важен для системы образования, сегодняшней системы, которая претерпевает изменения. И мы пережили непростой ковидный год, мы пережили очень много сложностей, и педагоги их испытывали, и дети, и родители. И мне кажется, вот объявление конкурса, когда есть уже некоторые наработки в этом смысле, понимание процессов, которые были, потому что первое время понимания не было, была очень большая тревожность и со стороны педагогов, и родителей, и детей. Вот мне кажется, очень важно сейчас, когда прошло некоторое время, объявление этого конкурса. Так как я представляю Институт непрерывного образования, наш центр работает в рамках Института непрерывного образования, я считаю, что очень важно итоги конкурса не просто тиражировать, но их надо осмыслить, провести некую аналитику, и только после этого тиражировать с тем, чтобы они действительно, итоги конкурса принесли огромную пользу. Они просто посмотрели, а вот действительно принесли пользу системе. Мне кажется, это очень и очень важно в последующем продумать, проработать. Мастер-классы, может быть, какие-то мероприятия вебинарные, семинарного характера, может быть, повышение квалификации, профессиональной переподготовки. Куда бы могли быть вшиты вот те лучшие практики, о которых мы будем говорить в рамках конкурса. Но мне хотелось бы еще несколько слов добавить. Вот с одной стороны к Наталье Максимовне выступлению, с другой стороны к Ирине Всеволодовне выступлению. Я считаю, что очень важно, чтобы наши коллеги, педагогические команды, образованческие команды, особенно те, которые работают в разных уголках нашей страны, я обращаюсь не только к Москве, Санкт-Петербургу, Ростову, Екатеринбургу, Новосибирску, крупным городам, а те, которые работают и в селах, поселках, деревнях, посмотрите на свой опыт работы, попробуйте его обобщить. Это очень важно. Особенно важно, когда мы говорим о детях с ограниченными возможностями здоровья. Это и дети с нарушениями зрения, слуха, с умственной отсталостью, задержкой психического развития, дети с разными видами аутистического спектра, дети с нарушениями речи, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Огромное количество детей приходит каждый год в детский сад и в школу. И что делать в ситуации инклюзивного образования? Как работать? Как те или иные методики применить? Как педагогические технологии применить? Несмотря на то, что мы в инклюзивной среде работаем с 2012 года, когда закон 273 сделал инклюзивное образование нормативным, словосочетанием до этого как эксперимент был, но тем не менее трудности, дефициты у педагога в этом смысле до сих пор есть. Ну и говоря сегодня о горизонтальных образовательных технологиях, не могу не сказать, что данные технологии могут быть вертикальные от раннего возраста, дети до трех лет, к дошкольному возрасту, к начальному общему образованию, основному общему. И так, то есть ребенок от рождения может получить поддержку, вот в рамках психолого-педагогическую поддержку, в рамках действия и как в условиях инклюзивного, и как в специального образования с самого рождения до поступления в ВУЗ. Несколько слов о дошкольном возрасте. Очень важно, чтобы к нам на конкурс пришли педагоги дошкольных образовательных организаций. Несмотря на то, что у нас сегодня на слайдах в основном речь шла о школах, о школьниках, да, мелькали эти слова, но я хочу обратиться сегодня к командам дошкольных образовательных организаций. Их более 39 тысяч. Это огромная армия, которая могла бы сейчас действительно объединиться и показать лучшие практики. А мне кажется, еще очень важно эти лучшие практики масштабировать с помощью серьезных конференций, там, Московского международного салона образования, может быть, съездов у нас там в этом году, и съезд, предположим, дефектологов, и в прошлом году был съезд дошкольных работников. То есть у нас идут мероприятия, в которых принимают участие не просто сотни, не просто тысячи, десятки и сотни тысяч участников. И вот масштабирование показ лучших практик, мне кажется, здесь был бы очень небесполезен. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Коллеги, а значение ли это? У меня вот сразу возник вопрос. Я думаю, что многие нас спросят, потому что мы все время делаем акцент на такой сквозной элемент с одной стороны внутри системы, с другой стороны горизонтали. То есть какие-то, если я правильно понимаю, могут быть партнерские проекты, да, или ориентированные на партнеров, партнеров как внутри системы образования, так, собственно говоря, за ее рамками, но вовлекаемые сюда. Вот, в этой связи вопрос такой. Смотрите, могут ли подавать свою заявку на этот грант, ну, например, вот я сейчас так очень амбициозно скажу, необычно, но между тем, предположим, специалисты и команды, например, дошкольной организации, допустим, детского сада. У нас там есть с вами теперь большие комплексы в стране, да, где не всегда детский сад, во-первых, отдельно институционально находится, вот, а везде по-разному, где-то есть вот объединения там различные или не объединения. Но между тем, предположим, педагогическая команда детского сада, например, подает грантовую заявку на проект, который они сделали для начальной школы. Или, например, школа, или, например, коллектив, ну, не знаю, там, центры дополнительного образования, которые взаимодействуют со школами территории, да, там, муниципалитета, района, там, регионы и так далее. А он предлагает проект, связанный с развитием уже институционального партнёрства, да, то есть на базе как раз организаций, то есть центра доп. образования, который мог бы, например, там, партнёрски сделать проект с детскими садами, со школами, вплоть до колледжа, по сути дела, потому что мы знаем, что вот здесь дополнительное образование не всегда срабатывает на детей, как раз нам, подростков старшей группы, начиная от 14 до 16 лет. Вот в рамках этого конкурса такие проекты были бы интересны? Можно я отвечу на вопрос? Да, конечно. Здесь я бы хотела сфокусировать внимание на том, что у нас в этом году, так как конкурс мы хотим всё-таки делать не один год, а ежегодным сделать его, вот именно в этом году мы взяли в участники эту систему общего образования, то есть это дошкольные образовательные организации и школа фактически. Поэтому, отвечая на вопрос относительно центров дополнительного образования, ну, центр дополнительного образования в этом смысле не может подать заявку, но если общеобразовательная организация, школа, либо там дошкольная образовательная организация создают такую институциональную форму взаимодействия между школой и дополнительным образованием, то такой проект имеет место быть, потому что мы говорили, что в рамках, допустим, социального партнёрства могут быть и формальные, и неформальные обучения, и, собственно, никто не мешает, мне кажется, это даже интересно в рамках расшколивания подать какой-то проект, когда основная образовательная программа реализуется не только внутри одной образовательной организации, а горизонтально распределена по тем объектам, где есть некое интересное содержание. И если дошкольная образовательная организация, лидер дошколки, либо педагоги выстраивают взаимодействие со школой, то да, этот проект тоже имеет место быть, пожалуйста, подавайте в рамках социального партнёрства, либо в рамках другой номинации, в зависимости от того, какая идея является приоритетной в этом проекте. Можно немножечко добавить? Спасибо большое, Наталья Максимовна, я просто заострю. Да, действительно, пока это первый раз объявляется конкурс, впоследствии, надеемся, что это будет расширяться, в этом году могут подавать педагоги, руководители или команды до школьных и общеобразовательных организаций, которые реализуют такую программу. Для нас очень важно, чтобы педагоги работали в тех организациях, в которых есть лицензии на эти программы. Но форма собственности может быть любой. Это могут быть частные организации, не государственные, муниципальные, могут быть даже государственные. Вот форма собственности действительно не имеет значения. И очень бы хотелось поддержать именно в том числе не государственные организации, которые сегодня и в дошкольном образовании, и в общем образовании серьезно работают. Нам очень важно подчеркнуть, что подают заявки все-таки именно педагоги, руководители или команды. И не надо получать согласие при подаче заявок ни руководителя своей образовательной организации, не от юридического лица подается заявка. Заявка подается именно от педагога, от команды или от руководителя, который действительно может включить и показать, что он будет работать, включая в свой проект широкий многих участников. И еще один момент, который хотелось бы подчеркнуть. Наталья Юрьевна о нем говорила, это очень важно. Не требуется никакого софинансирования ни со стороны региона, ни муниципалитета, ни самой образовательной организации. В этом смысле это очень инициативный конкурс. Это действительно те педагоги, у которых есть проектные идеи. Может быть, они уже начали их реализовывать, готовы их распространять педагоги, педагогические коллективы. Очень важно, что коллективы, потому что мы понимаем, что сегодня не в одиночку работает педагог, и что образовательная организация становится центром такой, точкой развития, если там работает прекрасный коллектив, прекрасная команда и руководитель. Но они могут принять в свою команду разных участников, в том числе, которые работают и в дополнительном образовании, и даже в бизнесе работают. И в этом смысле, несмотря на некоторые ограничения, которые для того, чтобы всё-таки была понятна на этот год стратегическая линия на поддержку общего образования, включая даже школьный уровень, можно было бы думать в дальнейшем о развитии этого и на дополнительное образование, на программы среднего профессионального образования, профессионального обучения. И в этом смысле коллектив организаторов, он видит даже свой этот проект и конкурс тоже как развивающийся. Спасибо огромное. Можно я добавлю просто? Если можно, конечно. Я просто хочу тоже сфокусировать внимание на том, что сама процедура оценивания, она тоже отличает этот конкурс от других. То есть будет три этапа. Первый этап – это всё-таки написание самой проектной идеи, изложение её и экспертиза. Второй этап – это общественно-профессиональная поддержка проектов, обсуждение. То есть это тоже очень важно, потому что сообщество узнает о том, какие практики на самом деле лучшие и какие проекты поддержали, и тем самым он может тоже выразить свою поддержку. Наталья про это говорила, но мне кажется, сфокусироваться. И третий этап – мы планируем его провести таким образом, чтобы было понятно, как будет реализовываться. Сможет ли лидер, который заявил, реализовать проект? Есть ли у него эти лидерские компетенции? Может ли он внутри организовать команду, двигать за собой, двигать свою идею? И насколько он готов к этому взаимодействию и к реализации проекта? Это тоже отличительная особенность конкурса. Спасибо. Спасибо, коллеги. Двигаемся дальше. У нас на связи находится Дмитрий Митёлкин, заместитель директора по научно-образовательной деятельности Института развития и образования РАО. Дмитрий, здравствуйте ещё раз. Мы тогда вернёмся к Дмитрию чуть-чуть позднее, потому что Дмитрий к нам сможет присоединиться. И поговорим тогда о такой части важной конкурса и содержательном элементе, как цифровизация. Но я хотела бы тогда, продолжая наш диалог, потому что мы сейчас Ирина Силовна и обсуждали, Наталья Максимовна и обсуждали, очень активно вопросы связаны непосредственно с тем, что такое сквозные образовательные траектории, пытаемся показать с разных точек зрения на понимание, какие могут быть проекты. Потому что я понимаю, что сейчас люди смотрят нас и думают, я понял, как подаваться, я понял, куда подаваться, а вот что я должен и что я могу придумать за проект. И мне кажется, что лучше практиков, никаких советов и рекомендаций нам дать, практиков, людей, которые непосредственно находятся в организациях образования, больше никто не сможет. Поэтому я хотела бы сейчас передать микрофон победителю конкурса «Учитель года 2020» Минец Дианы Владимировны. Диана, здравствуйте. Здравствуйте. Видите ли вы такие возможные проекты, которые могли бы стать предметом этого грантового конкурса? Ну вот скажу сначала про себя. То есть я как человек, который принимает активное участие в любом конкурсном движении, то есть я участвовала в научных грантах в свое время, в грантах президента, мы участвовали в грантах социальных проектов от Росмолодежи. Вот у нас был, тоже я работала по проекту в рамках «Рыбаков Тичерс Лаб», то есть такое конкурсное движение. Вот «Учитель года» конкурсное движение, то есть вообще такой вариант конкурса для педагога. Это способ как-то заявить о себе, это раз, то есть как-то заявить о себе о своей идее. Второе, это пообщаться, выйти из-за предела своего кокона, потому что мы как посидим в бумажках, в отчетах, и мы не знаем вообще, не видим, чего происходит. А тут есть возможность как-то с коллегами, скооперироваться, поговорить. А в-третьих, плюс, когда говорили о выездных сборах в Ялте и так далее, то есть будет такое сообщество педагогов, и уже на том уровне будут складываться такие связи. Вот мы сейчас после конкурсного движения, все постконкурсное движение, оно как раз включает такие проекты. А если говорить о самих, как раз идеи для будущих проектов, а если сегодня говорить о том, что может быть у учителя в качестве проекта, мы же работаем с индивидуальными проектами, у нас есть отдельная такая прям дисциплина, индивидуальный проект. В рамках своих курсов мы постоянно, ну не знаю, в рамках проектной деятельности тоже на уроках, я, например, очень часто работаю с цифрой, дети у меня работают с цифрой, делают цифровые проекты в виде таких творческих цифровых заданий. То есть не как там контрольная работа, а именно цифровые проекты. То есть такой вариант по любому предмету. Очень важны сейчас проекты на установку связи между вот собственно нынешним, нынешней реальностью, да, и практикой такая ориентированность, что должно быть, то есть на пересечении. Это тоже очень важные вещи, такое вот обучение практикой ориентированное. Очень можно массой идей, связанных с идутейментом, то есть обучение через развлечение. Это очень такая активная тенденция, и сегодня, мне кажется, учитель-предметник в любой сфере может вот таких вещей заявить очень много. Очень важно, вот такие сейчас проекты, сейчас такая отрасль не очень у нас популярна, да, это когда образовательный контент создают, ну, дети для детей, да, ну, под руководством учителя. Это тоже целая сфера подобных вот таких мероприятий. Это вещи, связанные, когда школьники работают, ну, вот над какими-то инициативными проектами для работодателей, да, там, условно говоря, там какое-нибудь 3D-моделирование, там масштабирование, создание каких-то условных, ну, не знаю, моделей, проектов, идей, да, вот, ну, просто дети, они же на это ориентированы, на практику, то есть это тоже активная такая сфера. Мне кажется, учителю сегодня, ну, мне кажется, вот в таком многообразии важно определить для себя сферу своих интересов, да, то есть свою предметную область, соотнести ее с реальностью, да, соотнести с запросами аудитории, соотнести с тем, что ты даешь детям в первую очередь, да, и, может быть, как-то вот с ними еще вот этот вопрос обсудить, потому что для меня очень важно, да, то, что я даю, оно должно иметь практическую пользу, ну, и плюс каждый учитель должен понимать, что для него это, в первую очередь, такая возможность, ну, вот, самому выйти дальше за пределы той среды, в которой он живет, потому что, ну, учитель сегодня, ну, согласитесь, он как бы вот немножко вот как-то выпал из этого пространства, ему вроде бы хочется что-то делать, но вот эта огромная такая бумажная волокита, она его очень сильно вот так затягивает в рутину, а в такие конкурсы, вот, ну, я еще раз говорю, да, то есть я как человек, который участвовал в научных грантах, социальных грантах, здесь вот такой образовательный грант, это очень важно, что ты можешь сделать, вот, заявить свою идею, получить поддержку и принести ее дальше, ну, и плюс получить масштабирование, поэтому вот я сама, как человек, да, я и свою организацию буду призывать участвовать, и своих коллег, да, и сама тоже обязательно приму участие в этом конкурсе. Диана, а единственное, знаете, какой у меня есть вопрос, я думаю, он действительно будет волновать всех учителей, это вопрос связанный с тем, что коллеги вот сейчас очень активно озвучили эту позицию, этот критерий тиражируемости, потому что иногда педагогическая технология, ну, вот, как говорит нам теория управления, в том числе образовательными семьями, 90% неотчуждаема от учителя. Если учитель, особенно вот творческий, интересный, в определенной школе, да, с определенной ментальностью, с определенными детьми, а формирует определенную технологию, насколько эта история сможет быть отчуждаемой, насколько мы, вот, понимаете, тот же вопрос упаковки стоит, да, то есть не просто, потому что эксперты должны быть, как раз, помочь и в этом, не просто оценить замысел, да, ну, а понять, насколько его можно пересадить из почвы, я не знаю, там, например, столичной школы, да, в сельскую школу, или наоборот, потому что это же такие, это абсолютно разные вещи. Ну, вот, давайте я вам скажу, как плюс у меня в этом году была номинация «Цифровой учитель года» по версии Mail Group, да, и я вот, ну, вот, я работаю с цифрой активно, литература в digital, там, русский язык в digital, то есть и для меня вот было очень важно, чтобы то, что я, ну, как бы пытаюсь в качестве своего методического аспекта пронести, оно имело практически востребованность. Вот, лично я сама, да, я приезжала к людям на вебинары, я там с ними конкретно проводила задания, да, то есть в этом плане тиражируемость, мне кажется, технология, она на то и технология, то есть какие-то аспекты, ее же можно, да, то есть какие-то аспекты, механизмы, может быть, ресурсы, приемы, они все равно могут быть транслируемы. Ну, вот как вот этот учитель, который автор, он же может быть тьютором выступить, там, как куратор, как консультант, да, там, как научный, ну, я не знаю, там, образовательный, педагогический такой, вот, как бы советник, я не знаю, вот в этом плане. То есть технология – это технологии, да, но вот аспекты в плане кураторства, с его стороны, ну, вот, то есть если мы говорим вопрос об авторстве, это немножко другое, да, но вот сам факт, мне кажется, у нас почему соту-то, да, сказанные образовательные траектории, потому что вот эта вещь, она была, ну, хотя бы, ну, сдвинута дальше, потому что у нас вот как-то регионы живут отдельно, там, да, провинции отдельно, сельские школы отдельно, а это уникальная возможность для сельских школ, для далеких регионов России, там, для школ, где вот эта вот поликуртурная языковая ситуация, то есть вот эти какие-то методики, ну, может быть, что-то позаимствовать, потому что, понимаете, учителя, вот, когда приезжаешь к ним, вот, ну, в какие-то такие, ну, немножко далекие регионы, они так, вот, а мы этого не знали, а если бы нам это показали, мы бы тоже хотели это делать, то есть на самом деле, вот, мне кажется, учителям, вот, когда им даешь, действительно интересно, у них загораются глаза, они хотят этого использовать, и в это востребовано, поэтому вот тут аспект, ну, вот я говорю, разные формы, могут быть сотрудничество, пожалуйста, одноставничество, кураторство, может быть, каких-то курсов, да, в том числе, там, онлайновых, вебинаров, я не знаю, вот на таком аспекте, если уж это настолько, ну, я не знаю, для автора, ну, как бы, является показательным и принципиальным. Спасибо вам огромное. Мы желаем вам успеха, как раз вашей команде, и лично принять участие, как раз в этом гранте. Я думаю, что, возможно, даже такое развитие этой истории, но я хотела бы попросить, и, может быть, Наталья Максимовна, Наталью Ирину Силовну, хотел отдельно прокомментировать вот этот элемент, связанный с упаковкой, потому что, мне кажется, он очень важный, потому что всё равно мы должны понимать, там ведь будет какая-то определенная критериальная шкала, да, точнее, просто интересная идея, да, вопрос тиражирования, то есть чтобы мы ещё раз на это просто все вместе обратили внимание. Да, мы когда говорили про ком, зарождалась эта идея, мы делали акцент на том, что это должно быть комплексное сопровождение именно по той причине, что эксперты могли оценить эту идею, проект, подсказать, как её тиражировать дальше, и, конечно же, упаковать, потому что мы сталкивались, реализуя там многие годы, проекты, и выезжая и в глубинки России, и международные проекты, когда делали, что идеи иногда учителя есть, но у него нет, а времени, всё вот это дальше продвинуть, сдвинуть, и просто это уходит куда-то в стол. А мы здесь, как некоторые коллеги нам говорят, когда мы уже делились этой новостью, вы как глоток воздуха для нас, вы сможете нам помочь, то есть у нас есть креативная идея, вы сможете её дальше продвинуть, упаковать, а мы действительно всё это готовы делать, то есть от «А» до «Я». Но это будет делать уже ваша команда, Наталья. Да. Я вот просто, да, несколько слов сюда добавлю, если позволите. Мне кажется, важно три аспекта. Первое – это технология, то есть это технология, которая может отчуждаться и передаваться. Второе – это сопровождение. Вот мы про это говорили много раз, что мы не бросаем. Ну, то есть вот Диана сейчас тоже сказала, что есть автор идеи, который может подключиться, может сопровождать эту реализацию этого проекта. И третье – конечно, нужна общая площадка, где будут проходить, ну, как сказать-то, демонстрация, презентация этих проектов и их обсуждения. И мы планируем, что у нас будет каждый год форум, где будут собираться, в том числе, победители прошлых лет и будут давать мастер-классы. Мы будем подводить итоги, будет некая результация и будет возможность как раз диссеминации тех практик, которые есть. Ну, и мне хотелось бы несколько слов добавить. У меня есть большой, ну, такой жизненный опыт работы с инновационными площадками в рамках их действия научного института. И я должна сказать, что сначала, когда мы только-только приступаем к тиражированию опыта, он должен все-таки пройти определенную апробацию. Это очень важно, потому что бывает так, что кажется, что это может взять любая образовательная организация. Когда это уже начинается определенная работа, мы видим, что тут не получилось, там не получилось, здесь сложности, здесь трудности. И вот если мы тех, кто захочет быть инновационными площадками в рамках реализации продвижения какого-то одного продукта, скажем, какой-то одной практики, лучшей практики, которую мы определим, скажем, хотя бы в течение учебного года, а лучше двух, увидим эти белые пятна, сможем с помощью экспертов и с помощью тех инновационных площадок, которые в этом участвуют, довести это все до какого-то все-таки логического конца и выдать это уже как модель, которую могут применить, может применить любая образовательная организация. Вот мне кажется, вот этот апробационный год, может быть, апробационных два года, дадут нам очень хороший результат. Вот мне кажется, система инновационных площадок могла бы быть, кстати говоря, вот тем ресурсом, который поможет дальше докрутить наши лучшие практики. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Мы возвращаемся к участникам сегодняшнего нашего разговора. Я хотела бы сейчас передать микрофон Исаевой, Ине Владиславу, не простите, победителю конкурса директор школы. Инна, скажите, пожалуйста, вот смотрите, такая прекрасная возможность, вроде бы миллион рублей дает, да, инициатив много. Участвовать будете? Да, конечно. Команда уже сидит, слушает, да, уже включена весь процесс и очень надеюсь, что поддержит. И почему, наверное, нужно сказать, причина участия. Ну, с точки зрения того, что мы много сегодня говорим, живой конкурс, живое пространство. Вот, наверное, нам, директорам школы, которые находятся сегодня в эпицентре времени, нужно отметить, что нам нужны живые учителя. Что такое живой человек, живой учитель? Ну, жизнью двигает инициатива, активность. И вот этот конкурс показатель того, что инициатива, она снизу. Мы очень часто обустраиваем школу, часто обустраиваем конкурсы, часто обустраиваем счастье всех людей, а уже дети у нас давно погружены в федеральные и государственные стандарты, в проектную деятельность, где действуют, понимают, в чем их сила, в чем их слабость, и потом только сопровождаются это учителями. Вот конкурс в данном случае это возможность через инициативу провести пробное действие. командам школ и понять, в чем сильная сторона, и в чем, возможно, ты выиграешь или не выиграешь, чтобы подтянуть себя. Почему нужен живой учитель сегодня? Дело в том, что мы часто видим, как родители, а это люди с широким форматом мировоззрения, они на школу смотрят уже действительно как на устойчивую организацию, не закрытую, автономную, а как часть социально-экономической, ну, часть социально-экономического института. И на мой взгляд, вот те проекты, которые собираются поддерживать конкурс, это масштаб учителя, то есть учитель должен стать масштабнее, чем урок, чем программа, чем показатели академические, потому что сегодня навык даже выше, чем знание, и требования к этому есть, поэтому, на мой взгляд, конкурс это прокачка новых навыков педагогу. Ну, и с личной историей, просто я действительно призер конкурса, директор школы Константина Михайловича Ушакова, и когда он нас позвал на этот конкурс, мы туда рванули, не понимая, что это такое, да, это была личная инициатива, это был личный прорыв, потом собралась директорская группа, которая до сих пор дружит, ездит к друг другу, возит команды, обучается, и мы давно уже помогаем друг другу выстроить современную школу. Нашим педагогам повезло, потому что их включили, поэтому я призываю всех директоров не думать сейчас о том, что у нас не получится, а взять, попробовать нащупать таких интересных, у кого есть инициатива и дать воздуха, чтобы они туда шагнули в этот конкурс, потому что обязательно результат будет. Ну, вот я, наверное, хочу поблагодарить организаторов, не, наверное, точно хочу поблагодарить за ту живую струю, которую через этот конкурс может получить моя команда и, конечно, команда других образовательных учреждений. Спасибо большое вам. Спасибо вам огромное, Инна, за поддержку этого конкурса. Мы будем рады, если вы к нему присоединились, подавайте уже заявки, уже скоро, на самом деле, уже можно это делать практически завтра. И я думаю, что как раз, здесь, знаете, может быть абсолютно уникальная история, когда экспертами могут выступать победители разных конкурсов, по сути дела. Ведь, наверное, планируется такое, Наталья, правильно я понимаю? Экспертами при оценке работы, потому что экспертиза же будет разная, многоплановая. Да, мы планируем включение, потому что мы предполагаем, что у нас будет большое количество заявок, поскольку все говорят об уникальности конкурса, его живости, и, соответственно, конечно, привлекать тех экспертов, которые уже являлись победителями, значимых, конечно, конкурсов. Отлично, спасибо. У нас начинают поступать вопросы, вот прямо сейчас, в рамках прямого эфира. Я, кстати, хочу обратить внимание участникам и коллегам, которые нас смотрят сейчас из школ номер 38 города Рязани, мы фактически ответили на ваш вопрос, да, то есть вы можете и командой, и индивидуально, вот, поэтому тоже вопрос дополнительного образования обсуждался, но вот будет еще небольшой ракурс в отношении дополнительного образования. Вопрос пришел из села Красный Яр Самарской области, где работает как раз средняя общеобразовательная школа, кстати, очень интересное село и очень активно развивающие программы дополнительного образования, в том числе направлены на здоровье и сбережения. Там, по-моему, все село, если я правильно помню, а все занимаются активно лыжами и коньками. Вот, да, там вот такая абсолютно уникальная история. Итак, вопрос от коллег. Добрый день. Могут ли входить в состав проектной группы от общеобразовательной школы заведующие и педагоги дополнительного образования, если проект касается системы дополнительного образования? Вот так. Заявку подает школа, но в отношении проекта дополнительного образования. Вторая часть. В составе школы есть структурное подразделение дополнительного образования? Есть лицензия на реализацию дополнительных программ? Да, у нас это прописано в положении о том, что педагог, руководитель или команда образовательная организация, осуществляющая основное общее образование, то есть, если это заявка от школы, как уже говорила Наталья Максимовна, то есть, возможно дополнительному образованию скопирироваться со школой и подать общую заявку. То есть, это возможно. Нет, если я правильно понимаю, это школа хочет. Да. Коллеги, но еще раз, все-таки, конкурс сейчас объявляется впервые. В первую очередь, конечно, он рассчитан на общее образование, на основные программы общего образования, дошкольной, начальной, основной и старшей школы. Поэтому, конечно, с большим вниманием все они нанесутся к дополнительному образованию, но ситуация конкурсная, ситуация конкурентная. Поэтому лучше вот вникнуть, еще раз очень внимательно прочесть положение о конкурсе, критерии, которые там выставлены, и действовать в соответствии с этими критериями. Я думаю, что вот на первом этапе нет смысла расширять идеи конкурса. Поэтому лучше, если педагоги дополнительного образования включатся в этот конкурс, но помогая реализовать именно на качественном уровне основные образовательные программы дошкольного, начального, основного и полного среднего образования. Этот акцент мне хотелось бы подчеркнуть. Нет запрета на участие педагогов в дополнительном образовании, но развивать все-таки основная идея, именно основные программы, а не программы дополнительного образования. По программам дополнительного образования мы надеемся на расширение в будущем. Это очень важный аспект. Мы все сегодня понимаем необходимость интеграции основного и дополнительного образования, но результат и тиражируемость должны лежать всё-таки в русле основных образовательных программ общего образования. Спасибо. Есть вопрос. Позвольте, я вам его адресую. Задают его коллеги из Ярославской области Рыбинский детский дом. Они спрашивают, может ли учреждение, такое как детский дом, принять участие в этом конкурсе? Если детский дом имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, то да. Если детский дом такой лицензии не имеет, а мы уже говорили сегодня, что как формальный показатель для участия необходима лицензия, значит, извините, уважаемые коллеги, на этом этапе нет. Но мы подумаем, как включить наших социальных партнёров, ну вот, скажем, коллективы таких организаций, как детский дом, в будущем в рамках конкурса, может быть, отдельные номинации. Тогда вопрос. Просто я здесь ещё всё-таки уточню. Спасибо большое, Татьяна Владимировна, полностью поддерживаю эту позицию. Смотрите, если детский дом всё-таки в партнёрстве с той или другой школой или детским садом, сам не имея лицензии, ведь где-то его ученики обязательно учатся, и можно инициировать вот партнёрские школы, детские сады для того, чтобы они подали заявку... Мы включили воспитательную работу внутри детского дома в проектную идею такой заявки. Но заявка пойдёт в этом смысле от той организации, где дети именно учатся. А если детский дом сам осуществляет, имеет лицензию, то его педагоги, будучи именно и приняты на работу как педагог дошкольного или общего образования, и они сами тоже точно смогут подать заявку. Спасибо. Спасибо огромное. Мне кажется, это очень важный аспект, тем более, что я хотела спросить, а если педагог подаёт, мне кажется, он же может, педагог податься. Ещё раз обратите внимание, коллеги, я смотрю сейчас на вопросы, которые приходят. Почему-то мы сейчас обсуждали это, поскольку говорили о горизонтальных связях, говорили о стыковке разных систем и подсистем, поэтому возникает некоторое ощущение, что это история про основные программы и дополнительные. Вот смотрите, не совсем так, о чём говорил сейчас Юрина Силовна ещё раз. Фокус идёт как раз на интересные проекты, которые станут предметом грантов в области основных программ обучения и воспитания детей в рамках непосредственно основного сейчас блока. То есть относится то, что, если я правильно понимаю, к детскому саду и школе. При этом, если, например, вы строите внутри организации образования, то есть школы или образовательного центра, программы поддержки детей, их развития, например, математика, мы понимаем, что для развития математических навыков включается система дополнительного образования, там определённые кружки подбираются, выстраиваются под детей определённого возраста и так далее, то вот такая стыковка возможна. Если, например, у вас нет, мы знаем, что бывает такая история, когда у организации образования в сельской местности или в малых городах нет собственного блока хорошего доп. образования, и тогда выступает как раз то самое сетевое взаимодействие, о котором говорит Татьяна Владимировна, и вы вовлекаете, например, специалистов спортивных школ, например, привлекаете специалистов непосредственно центров дополнительного образования и так далее, то есть художников, люди, которые поют, танцуют, занимаются цифровизацией, кванториумов в том числе, но вы их вовлекаете к себе на площадку общеобразовательной школы или детского сада. Вот такие тоже проекты, такие гранты, если я правильно понимаю, являются предметом поддержки, как директора команды, так и, собственно, отдельного педагога. Вот просто на это обращаем внимание, в том числе, вот поскольку вопрос звучал в отношении детского дома, если школа вместе с детским домом или детский дом вместе со школой выстроил историю так, что на площади, скажем так, на пространстве детского дома строится какая-то практика, которая позволит поддержать программу обучения этого ребенка, который учится в соседней школе, то, в общем-то, это тоже предмет. Но вот попытались так подробно уже остановиться. Есть еще вопрос, мне кажется, он такой тоже интересный. Он пришел из города Кузенецка, СОЖ номер 14, нас спрашивает. У нас есть несколько направлений, в которые мы бы хотели совершить прорыв, то есть, собственно говоря, участвовать. Может ли организация подать несколько заявок и получить консультацию? Какой проект, по мнению экспертов, выбрать для подачи на грант? То есть, либо подать несколько, либо получить консультацию. Какой из идей будет наиболее вот сюда корректен? Ну, смотрите, коллеги, это все-таки конкурс. Есть положение, есть критерии. И организация, либо команда, либо лидер, либо педагог подает одну заявку на одну номинацию. Это важно, мне кажется. И в этом смысле нужно просто выбрать для себя приоритет, куда сфокусировать все свое внимание, все свои ресурсы, поработать над этой заявкой и подать ее. Спасибо огромное. Ну вот, коллеги, смотрите, да, мне кажется, становится уже понятно, становится понятно конва. Наталья, еще раз. А могут ли коллеги получить консультацию? Вот сейчас запускается конус, процедура будет длинной. Да, конечно. На всех этапах будет сопровождение, наш методический отдел, любой организационный вопрос. И если возникает у коллег, у наших замечательных педагогов, коллективов, вдруг сомнение, могу, не могу подать, всегда можно нам написать, лучше написать, мы тогда точно скажем, подходит, не подходит. Или помочь им с юридической точки зрения, как это все правильно заполнить, тот шаблон, который у нас есть на сайте, для того, чтобы точно участвовать и точно пройти экспертизу на первом этапе. Поэтому лучше написать, лучше позвонить, все наши контакты есть. Мы всегда буквально 24 часа в сутках, 7 дней в неделю на связи, так что можно обращаться по любому вопросу. Отлично. Еще раз хочется подчеркнуть, что все контакты и все положения есть в презентации. И в этом смысле обязательно вот эту вот контактную информацию, желательно тут обращение, наверное, и к руководителям регионов, муниципалитетов довести до и образовательных организаций, до педагогов, что вот недаром такой длительный срок и подачи заявок, подготовки этих заявок, хотя время будет в том числе и отпускное, но время для такой творческой инициативы в этом смысле открыто. Но еще раз подчеркну, все контакты в презентации есть, это очень важно. Спасибо. Просто еще одна особенность конкурса. Во-первых, у нас есть шаблон заявки, у нас есть пример заполнения заявки, он очень подробно описан, можно зайти на сайт, посмотреть, и там вся информация есть. И еще одна особенность, если вы раньше подаете заявку, то тем у вас больше возможности привлечь профессионально-общественное сообщество для голосования за свой проект. То есть как только подается заявка на участие в конкурсе, этот проект размещается на сайте конкурса и, соответственно, имеет возможность голосовать за этот проект. То есть поддерживая, комментируя каким-то образом, тем самым вы распространите эту идею среди того социума, в котором вы находитесь, ну и, может быть, найдете каких-то людей, которые за вас будут голосовать. Супер, спасибо большое. Есть еще два вопроса. Надо еще вот здесь уточнить, коллеги, но мы очень верим в то, что не будет организовано специальной какой-то поддержки, которая на самом деле не соответствует общественному резонансу проекта. Поэтому сразу заранее вас предупреждаем. Давайте, мы здесь все очень хотим работать в открытой и честной манере. Поэтому для нас накручивание несуществующей поддержки – это скорее сигнал для экспертов, что скорее это будет отклонено, чем поддержано. Поэтому я полностью поддерживаю Наталью Максимовну, что чем раньше, тем лучше и чем можно. Но все-таки эксперты будут очень внимательно отслеживать, чтобы это была действительно реальная поддержка, обсуждение. Потому что это один из самых существенных критериев конкурса – возможность тиражирования, возможность поддержки, возможность устойчивого развития образования. Есть два вопроса еще. Мне кажется, они очень важны. Смотрите, поскольку у нас принимать участие в этом конкурсе могут не только организации, но и персоны, мы понимаем, что возникает момент, связанный с авторским правом. Наверное, не говорить об этом тоже не будет неправильно. Те грантовые заявки, поскольку потом пойдет речь о тиражировании, о передаче упаковки и все остальное. Сохранится ли авторское право за теми командами, персонами, участниками, которые эти заявки будут подавать? Как здесь планируется со стороны организаторов этот момент решить? Коллеги, прокомментируйте, пожалуйста. Мы, конечно, планируем сохранять авторское право, но с каждым индивидуальным проектом будут работать и наши юристы, и будет предложен договор, в рамках которого мы подписываем либо с командой авторов, либо с самим автором. И там все условия дальнейших взаимодействия для выделения этого гранта будут предложены, собственно, и автор всегда может прочесть и решить, готов он принять этот грант на таких условиях или не готов. Можно я здесь еще добавлю, коллеги, чтобы не было заблуждений. Оформление исключительных авторских прав – это очень серьезная и сложная процедура. С учетом и методической поддержки, и возможности распространения, скорее, здесь речь может идти о некотором бренде за той или другой инициативой, но вряд ли есть смысл всерьез обсуждать реальное юридическое оформление исключительных авторских прав. А только оно дает потом возможности претендовать на тот или другой, я бы сказала, доход от тиражирования. Поэтому, да, спасибо большое, Наталья Ивановна, очень четко сказала, что при условии получения гранта, в том числе, кстати, и участия в конкурсе, эти вопросы будут обсуждены. Но заранее хочу тоже довольно четко сказать, если вы претендуете, и у вас есть шансы либо патент зарегистрировать, либо действительно оформить исключительные авторские права, это можно сделать, но я не думаю, что именно в рамках этого гранта это такое вот ключевое направление в разработке и в тиражировании. Здесь речь идет о командной работе и о системных механизмах распространения инноваций. Спасибо. В этой связи продолжаем вот этот момент, чтобы тоже все одинаково абсолютно понимали. Те деньги, которые планируются по итогам, ну, то есть человек принял участие, команда приняла участие, значит, ура, он победитель, этот миллион живой, который поступает на счет организации или персоны, или это, условно говоря, экспертиза, это разработка, это упаковка, ну, просто вот, чтобы у всех было, как бы, не было завышенных ожиданий, если вдруг это как-то выглядит по-иному. Ну, это живой миллион, ну, за исключением технологов, которые полагается оплатить. Это живой миллион, который поступает либо на счет физического лица, либо на счет организации, то, как будет подписано соглашение. Это же зависит от того, какой будет проект, какая идея в нем будет изложена. Это будет команда школьная, это будет отдельный лидер проекта, поэтому это живые, действительно, деньги. А помимо этого мы предлагаем информационную поддержку, методическую поддержку и организационную поддержку. То есть вот у нас в течение всего, всей вот этой конкурсной процедуры будут проходить разные вебинары, встречи. Мы предполагаем, что такое может быть. И, собственно, на форуме мы будем обсуждать подведение итогов. И плюс, после окончания конкурса, в течение того срока, на которое претендует автор проекта, мы будем его сопровождать и, помимо живых денег, давать еще какие-то дополнительные бонусы. Спасибо большое. Можно здесь вот уточнить? Спасибо большое, Наталья Максимовна, это абсолютно правильно. Значит, вот, собственно, грантовая поддержка, как финансовая поддержка, будет заключена по итогам третьего этапа конкурса. На первом этапе экспертами выбирается 72 проекта, о чем было сказано. Это очень большая экспертная работа. После нее идет общественно-профессиональное обсуждение, и выстраивается рейтинг проектов, который согласуется, обсуждается вместе с экспертной поддержкой. И те лидеры, которые и экспертами, и по результатам общественно-профессионального обсуждения признаются потенциальными получателями грантов, приглашаются, собственно, на такой, в Ялту, сроки четко обозначены с 15 по 17 октября, уже на семинар, в котором они уже как лидеры команд или педагоги, или руководители должны будут продемонстрировать, что они в состоянии реализовать свою программу. И вот по результатам этого третьего этапа, собственно, будут выбраны те, кто получит эту финансовую грантовую поддержку. И с ними будет с каждым заключено то соглашение, с условиями которого найдут общие согласия. То есть не по результатам первого этапа и второго, а по результатам вот этого живого обсуждения, участия лидеров программы, будет предложена еще финансовая поддержка. Не все участники, которые участвуют в третьем этапе, обязательно получат грантовую поддержку. Но шансы те, кто приедут и будут участвовать, у них, наверное, самые высокие. Именно с ними и будет заключено соглашение о грантовой финансовой поддержке. Это не значит, что другие проекты не будут поддержаны и методически, и информационно, и экспертно, и как обсуждение. Тем более, что конкурс планируется как ежегодный, не могут на следующем этапе присоединиться к конкурсу. Важно, что это действительно вот такая вот инновационная, развивающая деятельность для всей системы образования. Но хотелось бы подчеркнуть, что первое, деньги живые, но по результатам трех этапов отбора и по, значит, в октябре, по результатам вот такого очного семинара сессии, эти победители будут названы. А вот еще сюда можно я добавлю, тоже, мне кажется, важно, что те 72 участника, которые приедут в Ялту, организация берет на себя расходы по их проживанию в течение этих трех дней и, ну, соответственно, питанию, обеспечению полному. И все 72 участника, вне зависимости, победят они или нет, они получат удостоверение о повышении квалификации. Мне кажется, потому что сам конкурс – это некий механизм именно повышения квалификации. Можно я еще добавлю о том, что у нас будет конкурс зрительских симпатий, то есть те проекты, за которые голосовало большинство честных голосов, мы это обязательно проверим. Проект понравился, общественности он тоже будет отдельно, помимо этих 6 миллионов, награжден. Плюс у нас запланировано много разных призов от наших партнеров, и помимо этого мастер-классы, встречи с экспертами, повышение квалификации, то есть там будет огромный спектр возможностей. Ну и плюс живое общение, как уже отметили. И гран-при, Наташа. А, и гран-при, да, у нас еще один приз, еще дополнительный бонус, о котором мы сейчас пока так громко не говорим, хотя в положении у нас это все прописано, то есть вас еще ждет и гран-при, поэтому победителей будет даже больше. Поэтому это даже, я бы сказала, что это больше миллион, то есть мы миллион деньгами, поддержкой, в общем, всех приглашаем. Коллеги, еще хотелось бы обратить внимание, мне кажется тоже, что это достаточно важно для тех, кто участвует, все-таки ресурсное обеспечение проекта важно, чтобы было составной частью заявки. Поэтому те, кто видят, что для них, допустим, не обязательно вот миллион, а какая-то другая сумма, миллион – это у нас предельный размер гранта. Но если для вас, возможно, другая поддержка, в том числе хорошо взвешенная в меньшем объеме, вы знаете, откуда может поступить еще какая-то поддержка, или уже есть заделы большие, то все-таки имейте обязательно это в виду, потому что внутри заявки необходимостью ресурсного обеспечения и поддержки – это составная часть этой заявки. Спасибо. Мне кажется, это очень важно прям зафиксировать, что в каждой номинации победитель может быть не обязательно до миллиона, то есть если локальный какой-то проект, там на 300-500 тысяч, тогда пишите тот бюджет проекта, который действительно именно на эти деньги тянет. Огромное спасибо. Я на самом деле признательна всем за ответы на эти вопросы. Вот по какому поводу. Значит, смотрите, коллеги, я сейчас обращаюсь к тем, кто нас смотрит. Обратите, пожалуйста, внимание. Это очень важный аспект. Конгресс, который сегодня мы объявляем, который завтра стартует, по своему формату является конгрессом еще раз грантовых заявок. Я вас приглашаю в нем обязательно участвовать. Почему? Вот мы получаем большое количество вопросов и запросов сейчас с системы общего образования, дошкольного образования. Коллеги говорят, вот мы видим, что огромное количество, не только в этом направлении, но происходит разных грантовых историй, но у нас очень мало опыта попробовать себя в том или иной штуке. Сейчас у вас есть классная возможность попробовать себя вот в такой грантовой истории. Это формат грантов. То есть вы не просто попробуете свою идею, вы не просто получите на нее экспертизу, а вы попробуете отработать качественно с документами. Это очень важно, потому что действительно такой очень важный современный компетенции и навык, который вам позволит дальше привлекать дополнительные инвестиции и средства в развитие своей организации, своих идей. Но это все-таки грант. Именно поэтому мы сейчас на это делаем акцент. То есть там есть свой жанр, там есть своя специфика. Коллеги будут вас сопровождать. Вот как раз об этом говорили они. И, соответственно, там есть форматы. И, безусловно, это не просто конкурсная идея, и это юридическая ответственность за эту идею. То есть еще раз, когда вы будете принимать решения и готовить все вещи, вы все время держите в голове, что это та вещь, которую я не просто придумал, а та вещь, которую я делаю на самом деле, или я ее сделаю, реально реализую. И потом, соответственно, безусловно, за деньги наступает определенная отчетность, потому что их нужно будет показывать, как они будут реализованы, туда ли они будут реализованы. То есть живые деньги в привязке к той самой конкретной проектной истории. Давайте, чтобы у нас в рамках публичного информационного пространства, сегодня в рамках пресс-конференции, все было очень четко отражено. Спасибо всем огромное. Включаемся, принимаем участие, получаем уникальный опыт во всех отношениях и, соответственно, подаем свои интересные проекты и идеи. Увидимся на форуме в Ялте. Желаю всем успеха. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.